Доброго времени суток! Меня зовут Сергей, у меня рак, хондросархома. Мне 34 года. И сегодняшнее наше видео посвятим народной медицине при борьбе с раком. Давайте начнем с соды. Сода сейчас в интернете очень хорошо обсуждается, очень много видеороликов про соду. Ну что ж, в 2015 году мне поставили диагноз хондросархома. У меня так получилось, что я был не готов идти под нож. Маленечко про хондросархому. Хондросархома, она только ампутируется. Причем с большим запасом мягких тканей. Меня это изначально предупреждали, но в 2015 году я был не готов ампутировать свою руку. Что ж, мне надо было ипотека. Вот эти стены, которые я впоследствии приобрел. И так как у меня было принято решение продолжать рабочую деятельность, я решил воспользоваться опытом интернета. Что там люди пишут? Почитал. Там нашел видео дяденьки. Я вам ссылочку, фотографию приложу. И вот как вот этот дяденька говорит, так все я и делал. Что значит сода? Что я отсюда ждал? Ну, во-первых, это самое. Я человек разумный и привык рассуждать. Я не ждал какого-то полного излечения. Что-то того сего. Я ждал хотя бы замедления роста. Так, в принципе, если покопаться по интернету, так все нахваливают соду-то, да? Ладно, давайте логически подумаем. Вот у меня яблочко с дачи. Оно такого-то некондиционного вида. Ну, вот представьте, в нем жил червячок. Червячок это будет наша опухоль. Мы червячка оттуда благополучно удалили. То есть опухоли у нас нет. Как утверждают товарищи, которые выкладывают видео про соду. Хорошо. Следы его жизнедеятельности, этого червячка. Как вы удалите из этого яблочка? Не применяя ножа. То есть резы. То же самое. Голодняя опухоль это поврежденная ткань. Как вы от нее избавитесь из организма? Если вы ее погасите, там все равно поврежденная ткань. Ну ладно. В общем, я решил попробовать соду. Соду. Чтобы замедлить рост опухоли. Рост опухоли. Принимал я где-то примерно 5-6 месяцев. Соду. Как вот дяденька сказал по видео. Я так посмотрел. Я это видео даже лайкнул тогда. Ну что ж так. Вроде так. Мужичок. Вещи мне показалось говорить. Ну что ж. Я принимал все, как он говорил. Не халтурничал. Ничего. Какие я сделал с этого вывода? Эффект. Я именно говорю про хондросархому. Я именно говорю от себя и про свой диагноз. Не знаю, как про остальные диагнозы. Но я говорю про хондросархому. Эффект нулевой. Даже не замедлил рост опухоли. Рост опухоли у хондросархомы первые годы он такой массивный. Опухоль у меня была более 20 сантиметров. А на такие хондросархомы это очень редкий диагноз. И опухоли довольно крупные. Даже я не замедлил рост опухоли. Что можно добавить про соду? Про соду. Ну, вроде как какие-то даже напитки содовые есть. Что-то такое. Мне кажется, это вреда. По крайней мере. По крайней мере. Вреда я визуально не ощутил. То есть визуально. Визуально. Я на себе вреда соды не ощутил. Принимал я ее. Не помню уже кто. Раз в день. Два раза в день. Я не фанател. Я ее принимал раз в день. Эта сама соду. Сейчас смотрю уже про этой соды. И начинает фанатеть. Вплоть до того, что капельницы ставят. Не знаю. Все-таки что-то щелочь. Это щелочь. Вот здесь, где я живу. Здесь есть завод. Они добывают щелочь. И соду. Каучуково. Так вот товарищ. Я-то работал в ремонтно-механическом цехе. А товарищ обслуживал завод. Так вот он делал работу в пыльном месте. На коленках по полу. Когда прошел по дождю, щелочь ему сожгла ноги. Он потом штаны снимал вместе с кожей. Все-таки щелочь. Надо тут очень аккуратно с этой щелочью. Что касается врачей. У врачей я все-таки не стал спрашивать. Ну и я потом профилонил. Я не пошел на прием к врачу. Я два года филонил, пока работал. Что касается врачей. Нигде про соду я ничего от врачей не слушал. Когда уже лежал в больнице, когда мне была сделана операция. Я так, ну с товарищами, я лежал в отделении кожи, костей и мягких тканей. Никто тоже про целебные свойства. Вот все, кто лежащие. А это то же самое. Молодые ребята. Очень много молодых ребят. Ну не так много. Все-таки в процентах где-то 40 молодых ребят. То же самое. Пользуются интернетом. Также смотрят. Ну я заводил темы. Да, это все вот так вот на уровне разговора закончилось. Типа это все брешня. Брешня. То есть никто мне, я ни одного человека не знаю, который сказал бы, что он излечился от рака при помощи соды. Ни во время приемов, ожидания в коридорах, когда в кабинет там разговоры тоже. Нигде я не слышал. Нигде не слышал. Мой вывод про соду. При диагнозе хондросархома сода не помогает. Но и я не почувствовал, чтобы она мне навредила. Где-то полгода попринимал я соду. Дальше что у нас было? Было лето. Летом я ходил по лесу. За грибом, за ягодом. И в лесу я ищу летом две вещи. Чагу и елку на Новый год. И то и другое нахожу. Соответственно, я нашел чагу. В конце августа я ее срубил, высушил. И перешел с соды на чагу. Перешел не потому, что у меня рак. А ну, перешел, перешел. Чагу я заготавливаю с 16 лет. И практически, практически каждый год я ее заготавливаю. И в год чаги уходит, ну, в зависимости, сколько я заготовил. Ну, минимум от полкилограмма до полутора килограмма. Я так без фанатизма. Есть чага, пью. Нет, заканчиваясь чага, не пью. Кстати, вот она чага, заварена. Я ее в данной маме пью. Не потому, что у меня онкология. А потому, что просто я люблю пить чагу. Про целебные действия чаги все слышали так же, как и я. Еще до создания глобальной сети интернет были такие разговоры, были в каких-то журналах публикации. Я даже где-то читал, я уже не помню, где именно. Но чага, при условии, что я ее принимал до онкологии, и при условии, что принимал до того, как я узнал диагноз, и при онкологии, чага мне тоже не замедлила рост опухоли. А уж я не говорю про какое-то целебное воскрешение. Что ж. Вывод. Сода и чага при хондросархоме не помогают. Но, в принципе, меня врачи предупреждали, что при хондросархоме только ампутация. Давайте, если вы будете смотреть мое видео, сделать тоже, наверное, свои выводы. У вас не именно диагноз такой. Если у вас аналогичный диагноз, то вот, пожалуйста, моя практика. Если у вас другой диагноз, и вы решите народную медицину пробовать, то все-таки же я вам единственное посоветую, от врачей тоже не отказывайтесь, потому что пока вы принимаете соду, либо другие, либо как-то там сейчас и перекись в интернет полностью кипит этими, и уже пошли в ванны с содой, капельницы с содой. Люди, смотрю, сами себе делают эти капельницы. Все-таки же не отказывайте от врачей, потому что у вас уходит драгоценное время. А что касается еще вот один такой немало важный момент, ну, мало-немало, важный-неважный, про соду. Я набрал интернет, и много-много, да, ну, я так это само написал в одном месте, о, смотрю, сколько много я скопировал, я написал, проверено на себе, рак, диагноз указал в кавычках, сода не помогает. Миниум, миниум, ну, очень редко кто комментарий оставляет, в основном стараются убрать. Но есть даже люди, которые мне грубили, что я типа такой, ну, там, ну, маленько хамстук. А зачем, если она действительно, мне она не помогает, зачем вы грубите, удаляете отзыв? Ведь кому-то тоже она не поможет. Прежде чем вы видео, вы обоснуйте, вот как я делаю, я указываю свой диагноз, и конкретно ему я привожу примеры на личном опыте. На этом мы сегодня закончим видео. Всем добра и здоровья. С вами был я, Мачных Сергей. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.